Дорогие друзья, здравствуйте! Продолжаем наше путешествие по книге «Апокалипсис. Откровение Иоанна Богослова», чтобы нам понять, что же нам хочет донести Дух Святой. Хотя бы понять всех объёмов, каких мы можем понять. Больше от нас и не требуется. Просто развивать эту возможность тоже от нас требуется и поможет нам осознавать истинную суть Бог. Если есть на то жажда сердца, если мы горячие или мы холодные, то есть что-то отрицающее, что-то неприемлющее, но если мы тёплые, то сами знаете, что с нами будет. А кто не знает, сейчас в этой главе будет нам подробно изложено. Итак, глава третья. И далее читаем глава третья. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звёзд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мёртв». Очень странные, кажется, загадочные слова. Надо их рассматривать с точки зрения того, что пишет нам Писание, даёт понимание о семи духах. Мы читаем книги Исаия. Это Танах о семи духах. Кто это? Это 11 глава, второй стих книги Исаии. Читаем у Исаия. «И произойдёт отрасль корня Иесеева, и ветвь произрастает от корня его». Речь идёт, конечно, о Мессии, корне Иесеева, корне Давида. «И почиет на нём Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Кстати, иногда спрашивают, почему Мессия Христос? Есть Мессия именно, когда Он от Анны, который из колена Ааронова, а Иосиф не был Его отцом по плоти. Иосиф был из колена Давидова, и Мария была из колена Аарона. Каким образом, Мессия из колена Иуда, колена Давида и Иесеева, корня. Таким образом, друзья, что Иосиф идёт воплоти, воплоти. И Он был воплоти Его отцом. Все это знали. Пророчество дано людям. И люди знали, что Отец Христа, видимый Отец, это Иосиф. А то, что это Дух Святой, знала только Мария и сам Иосиф. И, конечно, все пророки, и мы с вами об этом уже знаем. Что значит воплоти? Конечно, Отец Иисуса Христа, Сын Божий, Духом был зачат. Он, Девы Марии. Но как этот процесс, вот как начинается, просто мы никогда это не исследуем, зачем нам это надо. Но говорят повествования, иудейские, еврейские, древние, когда взяли Мессию, что Он будет зачат от семени, человека, помещённого в Деву. Кем помещён? Духом Святым. Это таинство Духа Святого. Поэтому здесь может быть всё понятно. Таким образом, всё встаёт на свои места. Это таинство, в которое мы с вами, конечно, не будем углубляться и погружаться. Вот это не нам дано делать. Потому так важно воскрешение из мёртвых, что это не просто какой-то самозванец, а истинный Сын Божий, друзья. Смотрите, в семь духов, которые перечисляет Исаия, очень похоже на светильник. Помните, семью рожками. Всё как переплетено, друзья. Основной дух, стержень этого светильника – это Дух Господень. И от него отходят все остальные шесть духов, шесть рожков светильника, который стоял в святая святых. Что это за семь духов, вот интересно. Эти духи, вот на русском языке они, конечно, звучат, как бы одно и то же говорит нам голос Божий. Но на самом деле дух премудрости, разума, совет и крепость – это разные уровни познания Духа Господнего. Дух ведения и Дух благочестия. Разные уровни восхождения. Мы видим ещё об этом же число семь. Таким же образом у Захарии, когда он описывает строительство храма будущего, там идёт речь, что Господь, как бы вот этот вот отвес, на котором крепится строительство – это глаза Божьи. Это семь глаз, которые наблюдают за домостроительством, за исполнением всего на земле. Это и есть семь звёзд. Судьбы все, все наблюдения Господни, все духи, познания Его – всё это цифра семь. Исполнение совершенства на земле. Захария, 4 глава, по-моему, 10 строка. И там же тоже, где мы с вами сказали, и те же самые семь светильников, семь жизней, семь судеб, из которых исходит строительство, домостроительство на земле, и за которым наблюдает Господь. То есть все семь судьбы. Ещё раз скажем, число семь – совершенство исполнения земного замысла. Семёрка – это глаза Всевышнего, наблюдающего за строительным процессом человеческим на земле, как они строят дом Божий, в котором в будущем будут жить. Очень важный момент. Здесь также идёт письмо по той же схеме. Сначала Господь предстаёт в образе, который является собой сардийской судейской системой. Там тоже сидели судьи в сардийской общине, так скажем, в том месте города Сардины, где была эта община, сардийская церковь. И Господь говорит о том, что «Я, всем моих глаз, всем моих светильников, всем моих звёзд, я наблюдаю за вами». И говорит бодростью утверждайтесь прочее близкое к смерти, ибо я не нахожусь, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вот это вот уже момент, когда Господь, так скажем, говорит сардийской церкви, что её дела опасны перед Богом. Интересно, что для сардийской церкви звучит только негатив в её сторону. Бог недоволен её жизнью, её действиям, её верой, этой общины. Нет слов похвалы. Вокруг сардийской церкви идёт разговор о том, что вы живые, вы судите, но вы на самом деле мертвые. Почему мертвые? Потому что далеки от моих заповедей, ибо поэтому и говорит Господь, близкие к смерти делайте дела, потому что я не нахожу вас совершенными перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. То есть отошли опять от тех повествований, благой вести, которые Христос проповедовал, они отошли далеко. Если не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, то есть как вор. То есть тогда, когда ты не знаешь, вор приходит, когда человек спит, не знает, и ты не узнаешь, какой час найду на тебя. То есть кажется, о, как хорошо, я сочинил, я придумал, я что-то делаю, повторяю, а на самом деле я не бодрствую. Почему? Потому что когда бодрствует, бодрый, он, конечно, идет, он, конечно, делает вещи живые, но вы их не делаете. Вы какие-то мертвые вещи совершаете по кругу, уйдя далеко от того, что я вам сказал, говорит Христос сардийской церкви. Друзья, всех нас это касается напрямую. Впрочем, у тебя в сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды в своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Белая одежда – это одежда еще и судей, суда, справедливого суда. То есть это вся речь вот здесь, вот сардийской церкви, говорит о том, что они совершают какие-то суды свои. Я дам тому эти белые одежды суда, кто может судить, которые не осквернили себя. Надо пару слов все сказать о Сарде, Сардисе, где расположена эта община верующих. Это город, который находился в Малой Азии. Мы знаем столицу Лидии, помним, апостол Павел был в Лидии, да, Истри, там проповедовал Слово Божье и Евангелие. Сейчас это часть турецкого современного города Измира или Измира. Это огромный, большой, очень влиятельный город Сарда. Он даже упоминается в древнегреческих трагедиях, из Хила. Некоторые вещи есть интересные просто сказать о городе Сарды. Мы помним все высказывания «И ты, Брут», когда Брут верша правосудия вот в этом же городе правосудий осудил Луция Цеплу за растрату, хищение и так далее. И эта знаменитая фраза именно здесь прозвучала. Ну, понятно, что мы не знаем, точно прозвучала ли, но по трагической эпосу она прозвучала. Интересно, что в 17-м году Сарды были стерты полностью землетрясением с лица земли, потом они были отстроены, а позже они были все-таки уничтожены нашествием Тамерлана. И теперь, в принципе, тот город, который был во времена Христа, не существует в таком же виде. Ну, судя по тому, как Бог говорит Христос через Сына Божьего Христа в Мессию с Сардом, общине с Сардой, что он и уничтожен, они далеко в своем правосудии ушли не туда. Они еще, кстати, чеканили монеты. Это был в свое время, в древнее время центр чеканения всех монет. языческого от этого региона. Поэтому Господь и говорит им, ты думаешь, что ты жив, но ты мертв. Думаешь, что ты воскрес, отстроился, у тебя есть деньги, но ты мертв. Опять имеющий ухода услышит, что Дух говорит церкву вам и ангелу Филадельфийской церкви напиши. Так говорит святой истинный, имеющий ключ Давида, в который отворяет и никто не затворит. Затворяет и никто не отворит. Ключ Давида это образ, чистый образ, который не упоминается нигде в Писании, никаких ключей Соломона, никаких ключей Давинча, все это чисто театральные выдумки, так скажем, литературные. Всякие талисманы, камеи, заговоры, всякие там мистические обряды, относящиеся к этим вещам, все это, конечно, выдумки человеческие, поздние. Ни к иудейскому учению, ни к Новому Завету, вообще к Писанию, к христианству, вот эти образы ключа Давида и прочих никакого отношения не имеют. Ключи, о которых здесь говорится, образы, это ключ царствование, понятно, какого царствования Давида, корень Давида, Израиля, после прихода Мессии для всего мира, то есть, это возможность вхождения в народ Божий, поэтому, если Бог отворяет, то никто другой затворить не может, если Бог затворит кому-то этот вход, то никто другой отворить его не может, понимаем, да, что если человек не может, не достоин, не способен войти в царство, царство, именно ключи от царства Давида, царство небесное, царство царя, Бога, то никто ему не отворит, кроме Бога. Вот о чем идет речь. А ключ это только образ, потому говорит Филадельфийская церковь, общине Бог Христос, я отворю перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь сил и сохранил слово мое, и не отвлекся имени моего. Это очень важно. В том месте, где находились Филадельфии люди, община, было очень сложно сохранить веру в Христа. Филадельфия опять-таки находится там, где город Лиди, там община была очень обширной. Интересно, что через все перипетии, которые прошла филадельфийская община, она существует до сих пор, ставшая титулярной не сам город, а община, как Антиохия, например. Важно здесь заметить, что само название Филадельфия переводится с греческого как братолюбие. О чем же здесь идет речь, когда Христос говорит, вот я сделаю то, из тех, которые говорят о себе, что они уйдей, но не суть таковы, а вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Понятно, что здесь пришедшее христианство из язычества. И вот эти иудеи, группы убеждали многих пришедших христиан, что они обязаны соблюдать все законы, тары, данные иудейскому народу, иначе они не могут быть христианами. Об этом говорит и апостол Павел очень много в своих посланиях и кремлянам, и другим. Об этом говорилось на Первом Иссалимском соборе среди апостолов. Был даже спор, мы знаем, и апостол Павел убедил всех, что язычникам совершенно не нужно соблюдать те законы, тары, которые предписаны конкретно иудейскому народу в конкретное время для конкретных целей. Иудейский же народ, евреи, ставшие христианами, конечно, обязаны его соблюдать, потому что их общность, их община держится именно на общих законах, а они были, и мы знаем потом, будут рассеянные по всей земле, чтобы собрать обратно в Иерусалим, в Израиль, им необходимо иметь свою идентичность. Как ты сохранил стойкость мне, слово моего, верность и слово моему, так лучше сказать, то я сохраню тебя от годины искушений, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Интересно, что потом, в дальнейшие тысячелетии, филадельфийская церковь будет одна, как маяк христианства, внутри мусульманства, вся вот эта Азия Малая будет под мусульманами, а филадельфийская община будет существовать очень долгое время. Как мы сказали, как община, как община, она существует до сих пор. Грядов скоро держит, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Вот слово «приду скоро» лучше перевести «приду неожиданно, быстро, вдруг». Когда приду, никто не знает об этом уже много раз повторяет Христос. Поэтому держи то, что ты имеешь, держи слово, держи христианство, веру в Сына Божьего, в единого Бога, держи, никому не отдавай. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моему, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя Града Бога моего, Нового Иерусалима, исходящего с неба от Бога моего, и имя мое Новое». То есть Новый Иерусалим, в котором будут верующие, и, как говорит апостол Павел, даже не подозревают, не знают, и на сердце не сходило, и на разум, что приготовил Господь Бог для любящих Его. И, конечно, цареградец, он царь. Ну, как бы не очень заманчиво стоять столпом посреди храма, да, еще на тебя что-то напишут, даже если это имя Бога. Конечно, здесь речь идет не о каком-то именно изделии столбе, а о столбе, как о основе, на котором будет основан Новый Иерусалим. То есть это вообще-то священство, это предстояние перед Богом, это служение Богу всей своей жизни, всем своим сердцем, радостью, потому что мы думаем служение – это только какое-то усилие, нет, это радость. Вот ты будешь нести это служение, то есть будешь тем, на ком будет основана вот эта радость служения Богу, стояние перед Богом, нахождение в Его Царстве в Новом Иерусалиме. Эти люди будут основой. Имеющим ухода слышишь, что Дух говорит церквям, то есть лучше-то у нас всех есть физически, а вот духовного слуха не все имеют духовный слух, потому что часто Христос об этом говорит, если бы вы были слепы, не было бы у нас, на вас вины, а так как у вас есть глаза, а вы не видите, есть уши, вы не слышите, то есть вина на вас. Об этом Иисайя говорит, пророк, то есть через Иисайю говорит Бог. «И ангелу Лаудыкийской церкви напиши, так говорит, аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божья». Аминь, значит, да будет так. Лучше сказать, не начало создания Божьей, а основа создания Бога. Верный истинный свидетель – это Христос, начало и конец. Альфа и Омега. Что это за город такой Лаудикия? Этот город достаточно древний, это Третий век до нашей эры. Когда Антиох Второй построил его, то он назвал его в честь своей жены Лаудики. Это просто для того, для понимания, что это за город, чисто греческий. В период христианства ранее там была основана довольно большая христианская община. В этом городе что делали? В этом городе были банки, богатые банки, там учились на врачей и даже греческие такие известные деятели, их философ как Цицерон, рекомендовал обменивать деньги в валютники именно Лаудикии. Удивительно, да? Тогда все это было как сейчас, деньги, банки, валюта. Лаудикия была промышленным центром, фриги банков, банковским центром. Более того, вот интересно, там производились мази, лечебные мази, как бы, которые лечили много болезней, потому что они действительно лечили. Они производили льняные шерстяные ткани, и это был центр шерстяных льняных тканей производства на весь этот регион Фригии. Причем этот город был разрушен тоже землетрясением в 60-м году, но очень быстро восстановлен. Мы по Тациту, можно это читать, у Тацита, потому что был очень богат. В колоссах ряда владыки, колоссы и эропаки, мы знаем письма, которые были отправлены апостолом Павлом. Общины были основаны не Павлом, а упомянутым им же Епафрасом. Это в колоссе нам читаем, если кто помнит. Опять-таки, все это развалины этого города можно найти на территории Турции современной. И теперь нам становятся понятны слова Христа к ангелу Лаудыкийской церкви. Знаю дела твои. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден и горяч, но так как ты теплый, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. То есть, если ты подлинник изрыгну, изблю его, более грубо, более точно написано, что это значит. То есть, богатые банкиры, вот эти вот медицинские всякие мази, они этим живут. Это их жизнь. Горение сердца богу или там холод, когда, знаете, что-то отрицаешь неугодное богу, горячее, гоишь богом, его поиском. Но ты теплый, ты занят своими делами, ты преуспеваешь. Как у нас говорят, а что мне там тревожится, когда у меня все хорошо? Вот я тебя извергну из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, я разбогател и ни в чем не имею нужду. Да, конечно, там золотые слитки, золотые запасы, банки, деньги, валюта, Цицерон сам меняет свои эти валютные сбережения. А не знаю, что ты несчастен, жалко, не счастлив, иначе, Бог говорит ему, кто на самом деле с духовной точки зрения, потому что всякое золото и богатство и валюту с собой не возьмешь никуда. В Царство Небесное с собой точно не возьмешь. В Новый Иерусалим там другая валюта. советую тебе купить у меня золото. Видите почему? Потому что твое золото это пших, а мое золото божественное золото, накопленное для Небес. Это естественно. Огнем очищенное, настоящее, то есть когда ты пройдешь вот огонь, тот, который я тебе дам, чтобы получить настоящее золото, вот тогда ты будешь богат, чтобы тебе обогатиться и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. Белая одежда, мы знаем, что это такое. Это прежде всего чистота помыслов, чистота судейства, чистота понятий, которые мы на земле, конечно, все перепутали, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей. Ты наг, все наружек, думаешь, что ты сокрыл всю свою грязь? Нет, я вижу, все говорит Господь. И глазную мазью помажешь глаза твои, чтобы видеть, вот почему мазь. Именно здесь владыки производили мази глазные, славившиеся на все-все окрестностей Фриги. Видеть что? Чтобы видеть что? Истину, чтобы видеть, что действительно есть богатство. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. То есть, видите, тут же Господь говорит, Христос, Сын Божий, говорит, ты можешь покаяться, я люблю тебя, потому тебе это и говорю, и тогда ревнуй, ревнуй, ищи меня. Все стоят дверей, и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечереть с ним. И он со мной. Друзья, какие оптимистические слова. Буду вечерять с теми, кто откроет мне свое сердце. Тихо говорит Бог. Мы об этом уже тоже делали видео. Все Писание говорит о том, что голос Бога тих, когда он зовет к себе. Поэтому шум внутри нас, самого себя, я, не дает нам услышать голос Божий, а он стоит и стучит в каждое сердце. Поэтому, когда человек богат, он преуспевает, он заботит, чтобы свое богатство сохранить, приумножить, иначе богатство сразу же тает, если в него приумножать. Где поменять, где доллар, где евро, где иены. Мы не слышим голоса Бога. Хотя нам вроде кажется, что мы ходим в церковь, но слышим мы только себя. Даже в церкви мы будем просить о том, чтобы Бог нам помог, как нам лучше конвертировать наши валюты. Я, конечно, говорю образом. побеждающим, дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухода услышит, что дух говорит циклам, дух научитель, престол, понятно какой. Побеждать, это значит преодолеть все те трудности, которые, конечно же, будут на пути нашей жизни. То есть образ трона, это образ покоя, это образ царства, это образ суда, царства в Иерусалиме, в Новом Иерусалиме, где все, кто там будет находиться, будут едины, будут равны перед Богом. Конечно, речь идет о том судействе, которое мы читали, и 24 старца, мы помним, в Белых одежде. То есть возможность судить. Но же судить, это не обязательно надо быть на суде и будет перед тобой преступники. То есть это развлечение добра и зла, это понятие истины, будет дано понятие истины, как говорит Христос. То есть я победил, то есть я превозмог этот мир, в котором находился во плоти, и вошел к Господу моему, и нахожусь с ним. И так каждый, кто преодолеет все соблазны мира, претерпит, будет находиться в Новом Иерусалиме, где Царь, Христос, и все едины во благе Божьем, имеющие ухо, да слышат, что Дух говорит церквям. То есть ухо, если мы имеем слышание душевное, духовное, сердечное, то мы поймем, о чем нам говорится. Всем мира, ближайшего мира и, конечно, душевного равновесия.